Здравствуйте! Большое спасибо за приглашение. В моем закладе я вас принесу в мир, так сказать, отдалить от клинической офтальмологии и в мир базовых исследований. И только единственная операция, про которую я вам буду рассказывать, это будут операции, сделанные на мышах. Так что приготовьтесь, это будет несколько отличное от всех остальных лекций, которые вы здесь слушали. Наша лаборатория находится в прекрасном городе Бостон, в котором до сих пор еще снег, я сегодня спрашивала, и вот наши животные там готовы с этим, так сказать, легко справляться. И поскольку мой доклад заключается, я вам буду говорить про стволовые клетки для лечения роговицей, я думала, будет очень важно рассказать, что такое определение стволовых клеток, потому что люди им пользуются очень свободно в разных местах. То есть, главное определение стволовых клеток — это клетки способны самообновляться путем деления, а также превращаться в более зрелые клетки и специализированные за счет дифференциации. По своей патентности, по своей возможности давать, так сказать, рост разным клеткам, они характеризуются как унипатентные, мультипатентные, плюрипатентные, энтотипатентные, в зависимости от количества типа клеток, которые они могут развиться. Тотипатентные клетки — они могут сформировать все линии организма. И у млекопитающих такие клетки бывают только в зиготе, и первые бластомеры — они являются тотипатентными. Это значит, что они могут дать, например, линейки всем эмбриональным линиям, но тоже и плаценте. Плюрипатентные — это клетки, которые могут сформировать все линии организма, но не могут сделать плаценту. И это такие клетки — это, например, эмбриональные стволовые клетки, которые всем хорошо знакомы. Мультипатентные — это клетки уже находятся во взрослом организме, и они в состоянии развиться в некоторой линии, но, тем не менее, уже не могут сформировать все другие эмбриональные линии. Например, клетки крови из кростного мозга. Они могут развиться и в лимфоциты, и в нитрофилы, и во все остальное, но не в состоянии уже больше дефинцироваться в другие органы, например. И могут быть клетки унипатентные, которые так называемые соматические или, как называют, adult стволовые клетки, которые могут дефинцировать только в определенном направлении. Например, многие органы содержат такие клетки, органы, как кожа, кишечник и, среди прочих, роговица. И, конечно, разные виды стволовых клеток вызвали огромный интерес у ученых. У них могут быть разные направления для применения. Например, клетки, которые унипатентные, используются для регенерации тканей, из которых их забрали, например. А клетки, которые плюрипатентные, используются для того, чтобы развивать другие ткани или делать органоиды, и чтобы тестовать разные лекарства, и, например, вне организма тоже. И чтобы выделять эти клетки, люди очень давно искали, чтобы был какой-то маркер, чтобы все их исследования были фокусированы на reproducible. Когда у вас есть маркер, значит, вы всегда можете знать, что вы всегда работаете с определенным, одинаковым типом клеток. И в этом направлении белки в области семьи ATP-Binding Asset Transporter, также это называется ABC, в общем-то, были найдены преимущественно на стволовых клетках. И когда люди думали, так сказать, почему это происходит, в принципе, была такая теория, что это потому, что они помогают стволовым клеткам избавляться от всяких ядов, которые в них накапливаются. И белок, который мы склонировали из этой семьи, называется ABCB5, и прелесть его заключается в том, что он находится на клеточной мембране. К сожалению, у меня нет указки, поэтому… Но вот эта клеточная мембрана. И нам удалось сделать антитело, которое может прикрепиться к этой клетке, и мы в состоянии… Спасибо. Спасибо. И мы в состоянии эту клетку будем тогда изолировать из смеси других клеток и изучать более детально. И это, опять же, семья очень большая этих белков, и их в человеческом организме 49 было найдено. То есть много из них, например, были известны в ассоциации с другими болезнями, например, очень известны офтальмологам болезнь под названием Stargardt disease. Но также несколько из них были найдены специфически на стволовых клетках. И один из них MDR1, ABCG2 и наш протеин ABCB5. Дальше в моем докладе я вам расскажу, затрону несколько тем. Первое я вам расскажу про лимбальные стволовые клетки и их роль в регенерации роговицы. Я потом расскажу вам про роль ABCB5 положительных клеток в развитии роговицы с начала развития организма. Потом, сколько мы можем выделить стволовых клеток из обыкновенных доноров человеческих. И существует ли, похоже к гематологическим стволовым клеткам, существует ли функциональная иерархия в лимбальных стволовых клетках. Значит, роговица, я, как я вам уже сказала в начале доклада, не являюсь офталмологом, но роговица – потрясающий орган для изучения стволовых клеток. Как вы знаете, она состоит… То есть, очень давно от роговицы находится склера, и на границе между айрис и склера находится орган под названием лимбус, где были найдены стволовые клетки. И если, например, этот лимбус разрушается, то роговица становится полностью заоблачной, и даже у вас могут быть все структуры в глазу, совершенно работают прекрасно, но вы не в состоянии видеть. Поэтому это является очень, так сказать, желаемым методом, то есть очень легко вылечить человека, если ему просто заменить за роговицу, и он будет хорошо видеть. И, так сказать, это очень множественные технологии были развиты в этой области, и это был, как бы, самый, наиболее интересный часть в терапии, вот этой corneal blindness. И, как вы видите, по количеству статей, которые, так сказать, в этой области, количество их резко развивается за последние декады, потому что corneal это, в принципе, до сих пор является единственным твердым органом, который можно было регенерировать с помощью стволовых клеток. Если вы посмотрите, было очень много разных терапий за многие годы, начиная с 1977 года до сих пор, про то, чтобы находить стволовые клетки, которые в состоянии, так сказать, регенерировать роговицу, в состоянии после любых там заболеваний, что являются, например, ожоги или Стивен-Джонсон-синдром и другие. И я хочу привлечь ваше внимание к одному из методов, который был разбит в 1997 году Газиеллы Пилигрени, которые научились, так сказать, доставать эти клетки от пациентов, их диссоциировать, а также их выращивать. То, что лимбус является резервуаром стволовых клеток роговицы, в первый раз открыли Давенчер и Эвансен в их семинальной статье в 1971 году, которая была напечатана в журнале Nature. Справа вы видите компьютерную томографию и микроскопию этой части роговицы, лимбуса. И вы видите, что в такие вот полисадцев ВОКТ, то есть то, что стравовые клетки находятся в этих полисадцах, ВОКТ их описал еще в 20-е годы прошлого столетия. Вот Давенчер и Эвансен открыли это очень интересными экспериментами. В 2001 году это же ученая Гразиела Перегрини обнаружила, что есть специальный маркер для таких клеток, это белок P63, но, к сожалению, этот белок не является на поверхности клеток, и то есть вы можете только им пользоваться ретроспективно. Вы можете посмотреть, сколько у вас, для того, чтобы определить, как он экспрессируется, и вам нужно, так сказать, клетки убить. То есть вы живые клетки таким образом изолировать, к сожалению, не сможете. И поэтому всегда люди пытаются найти маркер, который находится на поверхности клетки, потому что таким образом эти клетки можно изолировать живыми. Этот метод, конечно, был очень… То есть они как бы развили его в промышленную часть и сделали такой продукт под названием Holoclar, который был approved European Medicinal Agency для того, чтобы лечить больных с отологическими столовыми клетками. То есть они берут часть здорового лимбуса из пациента, размножают их, так сказать, в ин витро, и потом, в общем, пересаживают пациенту с повреждениями роговицы. И когда они делали эти испытания 10 лет, они смотрели, так сказать, от чего зависит успех их операции. То есть у них была, так сказать, они специально не выделяли стволовые клетки, потому что, опять же, P63, вы не можете выбрать живые клетки. Но они взяли и посмотрели, от чего зависел успех их процедур. И оказалось, что самым главным фактором был процент этих P63 клеток, на которых был P63, или настоящих стволовых клеток в этих, так сказать, культурах, которые они были. Что, естественно, говорит вам, что нельзя, недостаточно просто взять эти клетки из лимбуса и их пересадить, а очень важно, что там был определенный процент стволовых клеток. И для этого очень важно иметь маркер, который является на поверхности клетки. То есть я также хотела вам рассказать про XYZ-теорию дифференциации роговицы. То есть когда-то, в 1983 году, Тофт и Френт открыли такую теорию, что стволовые клетки находятся на периферии роговицы в области под названием лимбус. Они дифференцируются в такие называемые transient amplifying cells, которые мигрируют к центру роговицы, и потом они поднимаются на поверхность роговицы и начинают развиваться, формируют, так сказать, tight junction, и это область, там нет никаких сосудов, и таким образом формируется роговица. На основании того, что мы знали, того, как мы знали, начали наши исследования, мы знаем, что эти стволовые клетки у человека, они экспрессируют белок ПИС-63, мы знаем, что вот эти клетки, transient amplifying cells, они экспрессируют очень важный глазной белок ПАК-6, и они потом продолжают дифференцировать на поверхность и начинают экспрессировать белок кератин-12, который очень важный фактор для корней. То есть мы когда решили проверить, является ли ABCB5 маркером стволовых клеток в роговице, у нас уже было очень много информации. То есть мы знали, что мы должны смотреть в Pally Sights of Fogged, мы знали, что мы должны посмотреть на функцию и так далее. То есть сначала мы коллаборировали, то есть я не офтальмолог, но мы работали вместе с Брюсом Ксандером из Массачусетс Иоанн Ирикс Инфирмарии, и мы разработали метод, чтобы находить в человеческом глазу, это был глаз от донора, который умер и донировал, который мы берем из iBanks, и мы нашли, смогли определять, где находится Pally Sights of Fogged, и таким образом мы смогли обнаружить, что клетки, которые экспрессируют ABCB5, вы видите их здесь в красном светом окрашенные, находятся прямо в этих Pally Sights, и вот наверху это фильм, который секвенированно делает фотографию этого. Более того, когда мы посмотрели по поводу, мы знаем, что есть такой маркер P63, и мы посмотрели, являются ли эти ABCB5 положительные клетки тоже P63 положительными, и мы нашли, что вот есть, это очень, конечно, как бы вам может быть не всем знакомый плод, но вот эти клетки, которые находятся здесь, это все клетки, которые экспрессируют ABCB5, и это клетки, которые экспрессируют ABCB5 и P63. А также мы увидели, что эти клетки являются недифференцированными, что больше поддерживало наше подозрение, что мы определили стволовые клетки в органице с помощью этого поверхностного маркера. Потом мы спросили, хорошо, если это маркер, значит, мы должны посмотреть у больных с новым дефицитом стволовых клеток и увидеть, меньше мы ли его увидим у них, и да, вот здесь вы видите, этот ABCB5 сейчас окрашен в зеленый цвет, и если у додора, у которого были нормальные стволовые клетки, его значительно больше, чем у… Это контрлатеральный глаз, то есть это глаз, который был поражен химическим ожогом, и у него была клиническая limbal stem cell deficiency, conjunctivital, conjunctivitalization of epithelium, и у него, так сказать, было гораздо меньше ABCB5 положительных клеток. Таким образом, мы сделали дополнительное, так сказать, в дополнение к нашей теории дифференциирования роговицы, что, наверное, в дополнение к P63 и BCB5 тоже являются маркером стволовых клеток в роговице. Но для того, чтобы больше понять функцию этого гена, мы обратились к мышам. И, так сказать, у мышей это было значительно сложнее, потому что у мышей нету структур под названием полисад и фокта. И поэтому люди использовали такой метод, что стволовые клетки делятся очень... стволовые клетки всегда делятся очень медленно. Поэтому, если вы, например, дадите им определенную метку, например, в данной ситуации, это совершенно не зависящее от предыдущего слайда, и она присоединится к ДНК, клетки, которые делятся быстро, они эту метку быстро вымоют. А те клетки, которые делятся медленно, они ее будут задерживать. Например, если вы, например, посмотрите через 28 дней или через 53 дня, вы увидите только те клетки, которые медленно делятся, или стволовые клетки, которые задерживают метку. То есть, таким образом, если даже у вас нету молекулярного маркера, вы можете найти такие стволовые клетки этим образом. И вот это было, так сказать, показано в первый раз тоже семенальной статьей Джорджи Кацареллиса, которая была опубликована в журнале Cell в 1890 году, что он определил таким образом стволовые клетки в роговице. Поэтому мы хотели узнать, может ли и BCP-5, тоже такие же клетки, найти у мышей, потому что это было очень важно, чтобы делать на них эксперименты. И мы давали им метку, которая называется BRDU, на 9 дней. И она, так сказать, BRDU – это эквивалент тимедина в ДНК. И он, так сказать, заходит туда в ДНК. И потом смотрели в течение 8 недель, 2 месяца – это, так сказать, время полной регенерации роговицы, есть ли эти клетки, задерживающие метку, и совпадают ли они с ABCP-5. То есть здесь я вам показываю зеленым цветом – это клетки, которые задерживают метку, а здесь это красные клетки, которые ABCP-5 посты. И мы нашли, так сказать, популяцию клеток, которые и задерживают метку, и экспрессируют ABCP-5, что оказалось, что нам подтвердило, что да, эти клетки существуют, и мы можем использовать мышь как модель для дальничных изучений. Но, естественно, когда у человека есть маркер, мы хотим всегда спросить, существует ли дополнительное, является ли этот белок, исполняет какую-то дополнительную функцию, или он какой-то просто пассивный маркер, или он действительно нужен для, его функция нужна для, так сказать, работы этих клеток. И поэтому мы создали такую мышь, где мы ген просто убрали этот ген у мышей. Это называется ABCP-5 Knockout Mice. Я буду пользоваться этой терминологией. И мы обнаружили, что было значительное уменьшение эпителиальных клеток у этих мышей, и также у них было значительное уменьшение клеток, так называемых transient amplifying cells, и также дифференцированных cells. То есть нам это, так сказать, привело нас к мысли, что да, этот ген не только является маркером, но также нужен для нормальной дифференциации клеток. Также мы думали, что играет ли он роль в том, что эти клетки продолжают медленно делиться, то есть сохраняют их свойства, как стволовые клетки. И таким образом мы делали, дали эту метку, о которой я вам рассказывала в предыдущем эксперименте, мышам, которые нормальные мышам, и в которых этот ген был убран. И если нормальные мыши в течение 8 недель могли сохранять эту метку, мы заметили, что она была полностью, так сказать, ушла из мышей, которых ген был убран. Что нам привезло к мысли, что этот ген важен для медленного деления этих клеток. Также мы обнаружили, что у этих мышей было ненормальное дифференцирование, когда мы вызывали роговичное ранение, и у них была нарушена, так сказать, как бы integrity роговицы, потому что если мы использовали LC-битин, и здесь у нормальной мыши, вы видите, он практически не протекает, а здесь он начинает полностью протекать роговицу. То есть они потеряют, что называется, tight junction. И мы тоже увидели, что роговица у ног от мышей была тоже значительно более хрупкая, то есть ее можно было легко повредить легким прикосновением любого материала. И кроме того, когда мы вызывали у них раны, мы обнаружили, что у них было значительно большое количество мертвых клеток. То есть у них была ненормальная способность к регенерации также. Но главный вопрос, конечно, столовых клеток, это если мы можем, так сказать, восстановить роговицу их пересадкой. То есть, в общем-то, ради чего мы все это делаем. И это еще эксперименты, которые были деланы у мышей, но мы надеемся, что это все-таки на определенном этапе перейдет и в клинические испытания. Мы, так сказать, в этом эксперименте мы берем клетку от человеческих или от мышиных доноров, мы их диссоциируем и сортируем клетки, на которых есть ABCB5 и клетки, в которых нет ABCB5. Потом они кладутся на фибринный ген, gel, и потом мы берем мышей. И есть сейчас такие мыши, в которых нет иммунной системы, и вы можете, так сказать, протестировать человеческие клетки на мышах и проверить, как они будут работать инвиво. То есть мы вызываем этой Algebra 2, с помощью Algebra 2 искусственный дефицит лимбных стволовых клеток, и потом, так сказать, производим трансплантацию этих клеток на этом геле на роговицу мыши. И мы смотрели, так сказать, разное время, поэтому в разных точках зрения. Я вас, так сказать, слайд достаточно сложный, и я вас пробеду по нему. Значит, это нормальный глаз мыши, и мы смотрим на экспрессию кератина-12, это в центральной роговице, и вы видите, есть такая нормальная толщина роговицы у мыши. Это контроль, который мы этой мыши мы смотрели через 13 месяцев после трансплантации. У них совсем нету кератина-12. Когда мы берем клетки, у которых не было ABCP-5, он почти как контроль, негативный контроль, у него тоже нет кератина-12. Когда мы клетки берем, которые не были, так сказать, не сегрегированные клетки, это у нас был положительный контроль, что значит, наш метод работал. Там тоже был кератин, но его было значительно больше, когда мы пользовались клетками ABCP-5 положительными. Поэтому можно сказать, что весь потенциал этой регенерации был заключен в этих клетках. И, так сказать, есть смысл их даже изолировать. То есть я возьму маленькую, сделаю маленькую summary, потому что я вам сказала сейчас. То есть мы можем сказать, что ABCP-5 идентирует лимбальные стволовые клетки, ABCP-5 необходим для поддержания лимбальных стволовых клеток посредством контроля антиапоптических сигнальных путей, и ABCP-5 служит маркером для выделения лимбальных стволовых клеток для терапии лимбол недостаточности. И наши, так сказать, приклинические испытания привели к тому, что клиническое испытание с использованием клеток недавно было, так сказать, разрешено FDA, и мы будем его проводить с нашим сотрудником Джеймс Чоден в Массачусетс Айн Мир Инфирмари. Сейчас я очень быстро вас поведу еще дальше от клиники, когда мы хотели узнать такой вопрос. Являются ли все клетки в роговице с раннего развития мыши, с рождения? Так сказать, происходит ли не все из ABCP-5 клеток, на которых есть ABCP-5? Таким образом, есть такой метод, когда вы можете каждую клетку пометить каким-нибудь маркером. Например, вы можете каждую клетку, на которой было ABCP-5, сделать красной. То есть все клетки, которые произошли из этой клетки, они будут красные. То есть потом мы посмотрели сначала на очень ранном уровне, только когда в начале эмбрионального развития это называется surface actiderm, это часть, из которой будет формироваться роговица. И мы обнаружили популяцию этих красных клеток. и потом мы увидели, что эти красные клетки тоже у них были несколько маркеров, которые называются таким прюрипатентным маркером, например, SOX2. И также мы обнаружили, что у взрослой мыши вся роговица была красной, что это было для нас очень приятное открытие. и это говорит в принципе, что все эти ABCB5 positive cell, которые находятся в... То есть все клетки враговицы произошли из клеток, которые на определенном этапе экспрессировали ABCB5. Я сейчас пойду достаточно быстро, потому что время подходит к концу, но я хотела сказать, что мы хотели узнать, какие же факторы, например, поскольку мы сказали, что ABCB5 это маркер, какие же факторы могут влиять на изоляцию лимбальных стволовых клеток от доноров, потому что это очень важно для успешного проведения операции, и мы предположили, что помимо возраста донора, что уже давно люди думали, и времени обработки ткани, от смерти пациента до начала изоляции клеток, также другие факторы могут быть, как, например, болезнь донора до смерти. И мы обследовали 21 доллар, и оказалось, что в принципе я извините, я должна пройти быстро через эти слайды, потому что мое время заканчивается, но я хотела сказать самое главное, что делая разные анализы, обнаружили, что даже смерть от сердечно-сосудистых причин тоже являлась фактором для какого процента мы могли получить от пациентов. То есть мы пришли к выводу, что смерть, связанная с сердечными заболеваниями, была наиболее важным негативным предиктором количества ABCB-5 положительных лимбальных стволовых клеток. Это может объясняться недостаточно и аномальные лимбальные циркуляции могли привести к болезни ниже стволовых клеток лимбой и когда мы смотрели в течение 7 дней мы не нашли, что была значительная разница в количестве лимбальных клеток, которые мы получили от разных доноров. Дальше нам было интересно узнать являются ли все ABCB-5 положительные клетки одинаковыми или они достаточно если в этой группе еще можно ли создать их иерархию. В стволовых клетках всегда существуют иерархии. Например, если вы возьмете клетки в костном мозгу, они могут развиться в разные клетки в крови, но мы никак не знаем, существует ли в стволовых клетках роговицы иерархии. И для того, чтобы решить вопрос, мы решили сделать секвенировать РНК из каждой единственной стволовой клетки. Это очень новая технология и она очень интересная, потому что мы в состоянии заглянуть во внутренний мир каждой единственной клетки. Если раньше, мы могли только смотреть на определенную популяцию в целом. И когда мы посмотрели на эти клетки, мы обнаружили, что мы сделали из трех больных, то есть мы обнаружили, что существует несколько фенотипов этих клеток здесь. Например, можем найти клетки, которые похожи, которые были гены как конъектива, некоторые были как строма, и некоторые были более как корнил эпителием. И также был один кластер, что мы нашли, который мы не могли никаким образом определить, куда он принадлежит. И когда мы посмотрели на гены, которые находятся в этом кластере, мы его назвали кластер 2, мы обнаружили, что именно все известные гены стволовых клеток, кератин 14, кератин 15, МИК, они были наиболее выражены в этом кластере. И таким образом мы предполагаем, что возможно даже есть иерархия в этой категории ABCP5 положительных клеток, и возможно вот эти Limbal Stem Cells с неизвестным фенотипом, они являются может быть мультипатентными клетками, и другие может быть более специализированные. И таким образом это наша теория, что возможно это существует, но ее еще нужно подтвердить разными экспериментальными методами. И то есть я также быстренько подведу выводы к этой части, что смесь связана сердечными заболеваниями, была наиболее важным предиктором. Время обработки тканей не влияло на количество лимбальных стволовых клеток, и дальнейший анализ данных нам посможет это охарактеризовать лучше. И наши актуальные вопросы на будущее это мы хотим знать, какие клинические состояния поддаются клеточной терапии такими клетками вне глаза тоже, потому что мы находим в коже тоже, и то, что сегодня была не тема доклада, какие заболевания глаза, можно ли разные генетические болезни, роговицы, лизосомные заболевания, двусторонние лимбовные stem cell deficiency, и есть ли другие системы органов, и какой будет на лучший метод применения стволовых клеток, либо как суспензия, или может быть делать протезы тканей, пользуясь 3D printing технологией и так далее. И я хочу сказать спасибо всем нашим многочисленным коллабораторам и грантерам, которые нам помогали сделать этот вопрос. И еще раз огромное спасибо Оксане и это .